Привет! Рабочая неделя принесла нам немало интересных событий в различных дисциплинах, и я расскажу вам о каждой по отдельности. Сегодня вы узнаете о результатах жеребьевки на лан-финала Faceit, об обновлении списка участников IEM San Jose, а также о том, как изменились Flipside Tactics. Из прошлого выпуска видеонанностей вы узнали полный список команд-участниц лан-финала Faceit League Stage 3, который планируется провести в рамках традиционного зимнего фестиваля в Ючопинге Dreamhack Winter. В тот же вечер организаторы провели жеребьевку группового этапа, порвано распределив лучшую восьмерку по версии их лиги. Оппонентами Virtus.pro в группе А стали австралийская команда Legacy eSports, а также знакомые по ланам Team Liquid и двукратные чемпионы лиги в лице TSM. Группа B содержит в себе преимущественно европейские составы, такие как чемпионы предыдущего мейджора Team Envies, набирающие обороты Luminosity Gaming, а также шведские соотечественники из Fnatic и Ninjas in Pyjamas. Матчи будут сыграны по GSL-системе с Best of One встречами в сетке венеров и Best of Three в лозерах, после чего лучшая четверка отправится в традиционный плей-офф формата Single Elimination. Старт турнира намечен на 26 ноября, и именно тогда начнется борьба за разделение призового фонда размером 250 тысяч долларов. На днях американская организация с известным именем Flipside Tactics сообщила об изменениях в своем составе. В последнее время в коллективе активно выступал Вадим Довкост-Васильев, заменяя ушедшего Александра Симпл-Костылева не только на турнирах от ESL, как это было ранее, но и в остальных лигах. Организация расторгала контракт с Довкостом, взяв на его место популярного игрока Александра Шара-Гордеева. Александр выступал с некоторыми членами текущего состава Flipside еще во время Counter-Strike 1-6, и совсем недавно он стал с участником феноменальной победы над французами из Team Envies. Демонстрируя хорошие результаты, Шара имеет все шансы попасть в состав на полной основе. С каждым днем появляется все больше новостей, связанных с американским турниром с участием сразу нескольких дисциплин — Intel Extreme Masters San Jose. На этот раз известия пришли от действующего чемпиона мира по Counter-Strike Global Offensive Team Envies. В связи с трагическими обстоятельствами во французской столице авиарейсы были перенесены либо отменены, что значительно усложнило транспортировку игроков в США. На замену им придут северноамериканские Counter-Logic Gaming, которые недавно выступали на местном турнире от iBuyPower, являвшемся своеобразным пропуском на IEM. Ситуация сложилась так, что именно этот состав является самым актуальным и вакантом на роль замены. Напомним, что изменения коснулись и Virtus.pro. Вместо SNAX на этом чемпионате выступит всем знакомый Митчу. К слову, начало намечено уже на завтра. А вот сцена League of Legends старается собрать свои составы воедино перед тем же IEM, ведь период решафлов не имеет четких границ, который старается уменьшить крупный турнир от Intel. Перед европейским составом Unicorns of Love стояла задача по сбору полного ростера из пяти человек, основываясь на двух старожилах. В новом трио, пришедшем в команду, числится бывший игрок распавшихся SK Gaming Fox, один из основателей первого состава UOL Julius, а также Steelback, который так и не смог испытать удачу после весеннего ухода из Natic. Каждый игрок по-своему индивидуален, но первые результаты сыгранного коллектива мы увидим лишь на втором этапе плей-офф. Именно там разместились Unicorns of Love и будут ожидать победителей пары LGD и Counter-Logic Gaming. Blizzard Entertainment в очередной раз решили порадовать своих игроков новым обновлением, и на сей раз оно относится к Heroes of the Storm. Это не просто новый герой, это Чогал, который ранее был анонсирован на прошедшей выставке BlizzCon и управляемый сразу двумя игроками. В арсенале персонажа находятся две головы. Первая отвечает за навыки контроля и нанесения урона, в то время как вторая является отличным дополнением и усиливает умения обеих. Разнообразие способностей делает героя по-настоящему уникальным, вызывая бурный интерес у игроков. Возможно, мы увидим его на профессиональной сцене. Главное, чтобы Чогал был удобен в освоении. Ну а на этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok